Доброе утро! А главное, пригласить вас для участия в этом грандиозном событии. Доброе утро! Говорю я сегодня двум Евгениям. Евгения Катаева, благодаря которой, собственно, тотальный диктант в Перми появился. Доброе утро, Евгения! И Евгения Васильева, председатель комиссии по проверке тотального диктанта. Доброе утро, Евгения! Доброе утро! Итак, 18 апреля на скольких площадках будет? На девяти. Девяти площадках. Где можно, кстати, найти информацию об этих площадках? Информацию о площадках можно найти на странице города totaldict.ru Итак, Евгения, скажите мне, пожалуйста, вот меня все спрашивают, о, у тебя тотальный диктант в гостях, а для чего, собственно, это проводится? Как вы для себя формулируете цели этого мероприятия? Ну, в первую очередь, это, конечно, привлечение внимания к проблеме грамотности в России и повышение грамотности, соответственно. И уже, наверное, во вторую очередь, это цель для каждого из участников тотального диктанта проверить себя и стремиться к повышению своей собственной грамотности. Ну, вы как учителя, школьные учителя, авторитетно заявляете, действительно, вот прямо так катастрофически падает уровень грамотности? У детей особенно. Как вы думаете, вот в сравнении даже с собственными школьными годами? Ну, грамотность, ее можно понимать по-разному. И сейчас уровень грамотности оценивается даже не в том, насколько ты грамотно пишешь, а в том, насколько ты можешь сам создавать грамотный текст. Ну, в любом случае, для начала надо изучить все правила русского языка, а потом их применять, да? Что, собственно, происходит в тотальном диктанте? Вообще, как я понимаю, для многих это самопроверка, насколько мой язык, моя речь соответствует вот этим самым правилам, которые либо усвоены в школе, либо прочно забыты со школьных времен. Вообще, по-моему, в прошлом году примерно 64 с лишним тысячи, да, по всему миру участвовало в этом тотальном диктанте, а в Перми сколько было? В Перми было 380 участников. А в этом году сколько уже заявок вы получили? Трудно сказать, определенное какое-то количество, но я думаю, что заявок у нас 300 есть. Скажите, курсы по подготовке к тотальному диктанту, насколько, я знаю, что они с марта у вас шли, насколько они оказались востребованы и эффективны? Они оказались очень востребованы. То есть мы сначала думали, что у нас будет только одна группа, а затем регистрироваться стало все больше и больше человек, и у нас получилось две группы. Получается, что каждый вечер к нам, каждую среду к нам приходили порядка 150 человек. Ничего себе! А кто эти люди? Какие они? Стар и младые? Совершенно разные. Это и подростки, и молодые люди, и уже зрелые, и бабушки, пенсионеры к нам тоже приходили. Это очень приятно, что всем интересно. Интересно, мне кажется, азарт, да, некий присутствует в этом мероприятии? Тут еще дело в том, что удалось создать такую атмосферу, в которой было приятно работать и мне, и участникам. Ну, все же знали, зачем пришли, да? Всем хотелось испытать себя. Итак, давайте уточним. 18 апреля, начало? 14.00. 14.00 по пермскому времени. Да. Скажите, можно ли вот так вот сразу с улицы зашел? Ой, я вспомнила, сегодня 18-й, надо же диктант написать. Можно с улицы зайдя, сесть за парту и писать диктант? Можно, но, к сожалению, не на все площадки. Можно зайти в Горьковскую библиотеку и в бар Гринвуд на газету «Звезда-30». Это открытые площадки без регистрации. На все остальные площадки требуется регистрация. Это объясняется вместимостью площадок, поэтому нужно предварительно зарегистрироваться на той же странице города totaldict.ru. А вы уже, знаете, видели тексты Евгения Водолазкина, который будет в этом году в качестве диктанта? Нет. Это тайна точно так же, как на ЕГЭ, да? Скажите, и напоследок, главная интрига, кто читает? Я сегодня увидела новость в интернете. Дима Билан будет читать «Тотальный диктант» на одной из московских площадок. Ну, помимо него еще будет Владимир Познер, да, и много очень других авторитетных людей. В Перми кто? Ну, к сожалению, в Перми Познера нет, Познер один на всю Россию. У нас и другие хорошие люди. У нас диктуют другие хорошие люди. Это Ирина Колесникова, ваша коллега с телеканала «Рефей Перм». Это Дмитрий Жебелев, организатор «Дед Морозин», общественный деятель. Это еще один общественный деятель Андрей Янкин. Это актер пермского тюза Яков Рудаков, актер театра-театра Алексей Лукашев. Вроде всех назвала. Спасибо вам. Я желаю вам удачи в проведении этой акции. Проверка-то. Как будет проходить проверка? В двух словах скажите, пожалуйста. Проверка проводится, в общем-то, на следующий день после «Тотального диктанта». Комиссия состоит из 10 человек, и проверять мы будем все очень досконально. То есть участникам не нужно волноваться, что мы... Где-то что-то пропустите. Где-то что-то пропустите, хотя, наверное, за это как раз и не стоит волноваться. И когда будут результаты? Результаты будут в среду. Это получается 22-го числа. Будем ждать с нетерпением и самого диктанта, и результатов. Еще раз удачи, хорошего дня. Вам, уважаемый, напоминаю, что сегодня мы говорили о «Тотальном диктанте», который пройдет 18 апреля. Хотите проверить свои силы в родном русском языке? Дерзайте. В 18-е в 2 часа вся информация в интернете «Тотальный диктант» в Перми.